Наблюдение за ценами продолжается. В среду в региональном правительстве состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка. В центре внимания колебания цен на сельхозпродукцию в четвертом квартале 2017 года. В целом специалисты отметили замедление темпов роста цен на продовольственные товары. Подешевела гречка на 20%, сахарный песок на 19%, макароны примерно на 7%, подсолнечное масло на 9%, чай на 12%. Цены выросли на отдельные виды продовольственных товаров, такие как мясо цыплят бройлеров, молоко сырое у сельхозпроизводителей, хлеб ржано-пшеничный. Существенное повышение у нас произошло на яйцо куриное первой категории. Цены выросли и выросли где-то на 8,5%. То есть у нас цена составила от 36 рублей до 38 рублей за десяток. Наиболее внимательно специалисты Департамента экономического развития и торговли следят за ценами на продукты детского питания. Это 20 наиболее востребованных жителями области наименований, в том числе сухие молочные смеси, каши, яблочные пюре и творожки. Среди магазинов локальных сетей необоснованного роста стоимости зафиксировано не было. Наоборот, на несколько наименований минимальные средние цены снизились. По нормативам федерального Минпромторга, ряд районов недостаточно закрыт торговыми площадями. Проще говоря, отдаленные участки региона нуждаются в новых продовольственных магазинах. Работу в этом направлении совместно с представителями торговых сетей Департамент экономического развития и торговли региона начнет в самом ближайшем будущем. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.